Я думаю, что первонаперво можно составлять уже протоколы нарушения закона о защите прав потребителя. Не только лекарства, но и информация, максимально полная, должна быть в аптеках, как предписано правилами. Например, адреса ближайших подобных учреждений, список препаратов с ценами. Все эти сведения нашлись, но не сразу. А это уже нарушения. Руководители, напоминает глава Сочи Анатолий Пахомов, обязаны размещать эту информацию, набранную крупными буквами в доступных местах, а не на мониторе ноутбука, как в одной из аптек. У вас положено, чтобы была информация для граждан, которые имеют льготы. Так и должно быть написано, что аптека, которая обслуживает льготные категории граждан, находится по адресу такой-то, такой-то. Прокуратура не первый месяц контролирует работу аптек Сочи. Например, сверяют заявленные цены с фактическими. Проверяют обязательно, не нарушаются ли условия продажи препаратов с предельно допустимыми ценами. Список более чем из 19 тысяч лекарств утвержден правительством. Органами прокуратуры на основании приказа генерального прокурора и приказа прокурора края осуществляется ежедневный, еженедельный мониторинг. В настоящее время уже факты завершения выявлялись. В этом году приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Цены в двух аптеках приведены в соответствии с установленными причинами. А это муниципальная аптека на торговой галерее. Есть вся необходимая информация. Крупный шрифт, свободный доступ. Работает отдел для льготников. Запас жизненно важных препаратов, например, инсулина, достаточный, говорит заведующая. Да и вообще замечаний к работе здесь практически нет. Муниципальные аптеки, они подчиняются нам, и мы их проверяем нещадно, постоянно. То есть это наша зона ответственности, и мы за это отвечаем. Глава Сочи обращает внимание. Покупатели не всегда знают, что у одного и того же лекарства может быть несколько названий. И часто фактически тот же препарат может стоить в разы дешевле, в зависимости от фирмы-производителя. И в аптеке, даже если продавцу это невыгодно, должны сообщить об этом клиенту. Как проверить, делается ли это? Анатолий Пахомов предлагает привлечь волонтеров. На правах покупателей они также будут проверять и другие стороны работы аптек, в том числе уровень благожелательности сотрудников. При этом глава Сочи напомнил, о фактах нарушений жители города могут звонить и лично ему, и на телефон горячей линии администрации. Либо обращаться в онлайн-приемную на сайте администрации. Итогом этой работы будет посвящено заседание общественного совета при главе Сочи, которое пройдет в ближайшие недели. Пройдет семинар и для сотрудников аптек. Аптека номер 263 на торговой галерее – одна из 18 муниципальных, которые действуют в Сочи. Принимает посетителей более 30 лет. И именно ее опыт работы решено использовать для проведения общегородского образовательного семинара для руководителей аптек разной формы собственности. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».